Вы смотрите программу Мир Увлечений. Я, Виталий Рылеев, как всегда расскажу вам о самом интересном. В Самаре немало проводится выставок собак, но есть одна единственная, на которую хочется выехать и рассказать вам о ней много интересного. Ведь сюда приезжают люди, которые увлечены своим делом. Это выставка охотничьих пород. Как она проходила и какие собаки сейчас нынче популярны в наше время, мы вам сейчас и расскажем. Если побродить на выставке охотничьих пород между зрителями и участниками владельцами собак, то непременно узнаешь много интересного. Это своего рода единственное мероприятие среди настоящих охотников, увлеченных не только поимкой всевозможной доступной в нашей полосе дичи, но и подготовкой к этому занятию своих четвероногих напарников. В нашей губернии Тольяттинская весенняя выставка охотничьих пород стала одним из популярных и престижных док-шоу. Хотя у этого мероприятия есть все же свои особенности. Во-первых, проводится оно только на открытом стадионе, независимо от погоды. Ведь сюда приезжают настоящие охотники. Во-вторых, иные док-шоу декоративных и служебных пород проводятся в залах, и описание происходит каждой отдельно взятой собаке. А здесь, прежде чем получить оценку, всех участников выстраивают в линейку. И судья прилюдно, чтобы слышали не только владельцы в ринге, но и зрители, дает характеристику экстерьеру. При том, что суха достаточно крупного роста, это уже хорошо смотрится. С гладкой такой вот ровной шерсти. При этом вот голова у нее в той пропорции, в которой она должна быть. Были даже кобели, не имели такой головы. Хотя это, видите, она поуже, полегче. Это женская голова, вот такая, как есть. С очень хорошей губой верхней русского спиня, с хорошим переходом, с очень параллельной мордой и черепом. Вот голова у нее замечает. Очень хорошая собака в движении, она очень хорошо смотрит. С очень хорошей задней конечностью. На эту выставку приезжают люди, увлеченные охотой. А значит, практически у всех, кто здесь присутствует, одна главная тема. Это обсуждение рабочих качеств своих питомцев. Кто, где и как использовал собаку на охоте? Какие трофеи были добыты при помощи собаки? Как помогает пес охотнику? Всем, всем. Она находит зверя, она его гонит, и с помощью ее ты добываешь его. Кстати, раньше, в былые времена, у одного охотника во владении было по 3-4 собаки, а иной раз и целая псарня. На большой и долгой охоте в лесах при поимке зверя терялось немало собак. Причина простая. При большом их количестве хозяину не удается уделять должного внимания каждому псу. Нынче ситуация в корне изменилась. Ведь стоят некоторые хвостатые экземпляры, в щенячьем возрасте не дешево. Скажите, а много вообще собак теряется у охотников? Ну, есть, но немного так. Если которые вот попадают, которые собаки такие, ну, есть, но редко. У меня лично не терялись. Если уходят, ну, день, два, три все равно на это место приходят. Ну, в зависимости от кровей. Обратите внимание на характерную камуфлированную форму одежды присутствующих. Сюда мало кто приходит в галстуках, пиджаках, подчеркивая тем самым свою респектабельность. Здесь настоящие охотники, да еще и собаководы, которые способны долго и увлеченно рассказывать о выбранной им породе. А после каждой выставки можно дать анализ и определить тенденцию развития популярности той или иной породы. Или, наоборот, снижение интереса к ней охотников, собаководов. Большинство присутствующих посещает док-шоу из года в год на протяжении десятилетий. А значит, могут дать оценку развития охотничьим породам, как, например, исконно русским гончакам. Интересно, тенденция по сравнению с тем, что было лет 10 назад и сейчас, как-то они изменились, эти собаки? Ну, сейчас больше собак крупных пошел, крупнее. Раньше все-таки помельче были. Сейчас стараются больше крупных держать. Вот по длинам сколько-то из года в год смотрю уже, в три года, очень крупные собаки на пределе. А почему такая тенденция? Это что, хорошо или плохо? Вспоминают, раньше, говорят, были волчатники, крупные собаки. Но вот я по старым правилам смотрел, там еще описание, шея написал. Там до 61 было, а сейчас 68 сделали. Акселерация. Акселерация, да, как и люди у нас растут, так и собаки. Люди стали лучше жить, кормить лучше стали. Может быть, да, дай бог. Ну, экстерьер-то, работа, что 10 лет назад, что сейчас, не ухудшилось так. Экстерьер, вот прямую, зависит от экстерьера рабочего качества. Не может хорошо собака работать, например, у которой, там, конечно, все неправильные, там, слаборазвитые. Правильно? Так вот, вот и стараемся мы, гончатники. И уготчатники я. Выбрать лучше. Хороший экстерьер. Это залог хорошей работы. Кстати, ринг русских гончих был самым большим по количеству четвероногих участников. Создалось впечатление, что в Тольятти привезли всех собак из Самарской губернии, из соседних областей. Гончая – порода русская, известная еще с 17 века. Неприхотливая в содержании, но самое главное – свободолюбивая. Мало популярная у городских собаководов, но с удовольствием ее заводят сельские жители. Как главного помощника для охоты. Горожане больше предпочитают иные породы собак. Ну, например, русских спаниелей. Но, как отметил эксперт, весьма хорошего экстерьерного качества. Среди всех спаниелей один выделялся необычной окраской шерсти. Когда спрашиваешь у истинного охотника о собаке, в первую очередь большинство хвалится своими достижениями в области рабочих качеств питомцев. Сами охотник? Да, сами охотник. Вот у нас есть уже первый диплом по утке. Будем дальше над этим работать. Собаку очень нравится. То есть, пять лет уговаривала жена на собаку. Наконец-то уговорила, вот, кстати, супруга. Теперь, конечно, не домашний компаньон и охотник. Очень довольна собакой, очень любит. А вот что для вас выставка собак вообще? Просто посмотреть на других, сравнить себя с кем-то, послушать, что о нас скажут эксперты. В смысле, не более того. Какова помощь собаке-охотнику? Многие ходят же без собак на охоту. Понятно, и мы ходили без собак. Ну, на самом деле, не столько помощь, сколько удовольствие. Смотреть, как собака работает, что она умеет. Помощь-то за уткой-то слазить можно и самому, в общем-то. То есть, а это скорее удовольствие от того, как собака работает. Отрадно, что к собакам рабочего класса охотничьего направления присоединилась еще одна порода. Надо заметить, что еще лет пять назад лаборадоров крайне неохотно приводили на выставку охотничьих пород. Но времена изменились, и сейчас многие владельцы с удовольствием приходят сюда и выставляют своих питомцев. Ай, молодцы! Пока не все настоящие и будущие владельцы лаборадоров до конца раскрыли предназначение этой породы. Она универсальна. Прежде всего, это друг семьи. Затем ценный поисково-спасательный работник. Немного охранник жилища. Больше как звонок. И четвертая позиция отдается качествам охотника. Меньше всего на выставке 2011 года было ягдтерьеров, курсхаров, вельштерьеров и таксов. К сожалению, внимания к этим породам, как к охотникам, в последние годы стало меньше. Может, именно об этом они и хотели нам по ветру, стремясь к крофу.